Здравствуйте! В эфире информационная служба «Импульса» в студии Мари Бохуа. В начале коротко о главных темах выпуска. По итогам семи месяцев текущего года валовый внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Новые меры по развитию инфраструктуры, социальной сферы и поддержке семей. Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Идет такое комплексное наполнение. Там есть и места для отдыха, они тут также определены. С учетом пожелания граждан, детские и спортивные площадки на улице Надымской приняли в эксплуатацию. Надеемся, что в соответствии со сроками подрядчик выполнит свои работы. И мы, закупив на наши 10 миллионов федерального гранта оборудования, заедем сюда в новую, красивую, современную библиотеку. Превратиться в современное пространство, отвечающее требованиям времени. В библиотеке имени журнала «Смена» начались глобальные преобразования. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, удалось преодолеть. Экономика восстановилась, отмечен индустриальный рост. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе совещаний по вопросам экономики. Глава государства отметил, в ближайшие месяцы новому составу Госдумы предстоит принять федеральный бюджет на предстоящие три года. В нем будут отражены меры по развитию инфраструктуры, социальной сферы и поддержке семей. С учетом оценок ситуации в отечественной и глобальной экономике, необходимо расставить приоритеты главного финансового документа и принять ключевые решения в области бюджетной политики. Глава государства рассказал о показателях, которых удалось достичь, и отдельно остановился на вопросе занятости населения. Сейчас она на уровне июля 2019 года. Тем не менее, задача решена не во всех регионах. Региональные программы требуют дополнительной настройки, подчеркнул Владимир Путин. Сейчас на посткризисном этапе нужно сформировать модель устойчивого экономического развития. Сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России. Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей. И, конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Место для спорта, отдыха и развлечений. У жителей домов по улице Надымская появился свой центр притяжения. Комиссия приняла в эксплуатацию детские и спортивные площадки, которые подрядчик строил по программе «Комфортная городская среда». Напомню, за масштабное обновление дворов проголосовали люди. В выборе наполнений игровых и спортивных зон они тоже принимали участие. Павел Прожогин с подробностями. Площадки в районе Надымской – еще один штрих в большом преображении нового Уренгоя. Масштабное обновление дворов выбрали жильцы ближайших домов. И теперь по программе «Комфортная городская среда» на Надымской появилось 4000 квадратных метров территории для спорта, отдыха и детских развлечений. Пожелания горожан учитывались на всех этапах реализации проекта. Когда мы подготовили визуально обозримый проект того, что будет, мы этот проект тоже с жителями обсуждали. И по ходу обсуждения были внесены жителями предложения по замене малых архитектурных форм, по озеленению. Ну, в общем, были ряд предложений. Большей частью они были учтены. На отдельной территории раскинулся целый спортзал под открытым небом. Пока взрослые и подростки тренируются, малыши могут заняться любимым делом – осваивать новые игровые комплексы. Они рассчитаны на разный возраст. Есть и просто территории для отдыха. О том, чтобы всем было максимально комфортно, тоже позаботились инициативные жители. Там не хватало скамеек, лавочек. Где-то урны мы пропустили, тоже не поставили. Где-то ограждение не так было сделано. Там обращали жители наше внимание на необходимость озеленения в большем объеме. Подрядчик, индивидуальный предприниматель Зуев, справился со взятыми обязательствами. Работа завершилась опережением графика. Особое внимание при строительстве площадок уделили безопасности элементов и качеству покрытия. Если недочеты всплывут, их будут устранять по гарантии. Она рассчитана на пять лет. Благоустройство прилегающей территории еще продолжается. Дорожники обустраивают тротуары и проезды. Работы завершатся в следующем году. Чтобы дворы на Надымске приобрели законченный вид, там капитально обновят инфраструктуру для транспорта и пешеходов, а также обустроят парковки. Павел Прожогин, Антон Берестянский, служба новостей, «Импульс». В библиотеку имени журнала смена ждут большие перемены. Сейчас в помещении идет ремонт. В планах превратить учреждение в современное пространство, отвечающее требованиям времени. Здесь появится зона инновационных технологий, компьютерная и лаунж-зоны, каворкинг-площадка. Оснастят библиотечный информационный центр за счет федерального гранта. Продолжение темы у Алены Ядни. Обои демонтируем, потом здесь все это самое, грунтовка, потом бетон контактом обработан, потом штукатурная, шпаклевка, а потом все это под покраску. Это надо будет все выводить, стены немножко кривоватые. Сделаем нормально. Работы предстоит много. В библиотеке имени журнала смена начались масштабные преобразования. Тендер выиграла подрядная организация из Екатеринбурга. Сейчас рабочие подготавливают помещения, демонтируют внутренние перегородки, половое покрытие. В приоритете ремонт крыши. Сейчас погода была плохая, сейчас погода стабилизировалась, сейчас мы уже начинаем демонтажные работы. Крышу я сколько лет уже работаю, если под дождем работать, то получается такая работа, немножко бракованная. Я привык делать нормальную работу. Сухо, когда все это нормально, тогда мы уже приступаем. Люди работают, не дергаются, аккуратненько все демонтируем, все убираем и потом все заново, новую крышу сделаем. Как только группа Федора Шакильянова выполнит свою задачу, приступят к работе отделочники. Вернуться в отремонтированные залы сотрудники библиотечной системы планируют в следующем году. Здесь будет все, тем более тема концепции «Запад-Восток» предполагает очень широкий спектр, начиная от прикладных каких-то элементов, продолжая мастер-классы, игры. Например, в зоне Персия мы планируем устраивать турниры по восточным каким-то играм, например, шашки, шахматы, древнейшая наука. В зоне, где у нас будет Греция, запад, второй этаж, большой афитеатр, который позволит с постановками заниматься. В компьютерной зоне, которая у нас будет находиться на втором этаже и будет сочетаться как история древнего Ямала и будущее наше, язык «Бэйсик» и QR-коды, мы будем сочетать эти два совершенно кажущихся несочетаемыми, но абсолютно интересных два понятия. Планы библиотекарей грандиозны. Они хотят создать современное пространство для всестороннего развития личности. Здесь будет арт-холл, лаунж-зона, лофт-пространство, каворкинг-площадка, зона инновационных технологий, конференц-зал. В той части помещения будет располагаться сцена. Там будет территория Греции, греческий театр. И будет сделано так, стилизовано под это. Здесь будет свободная зона лофт для чтения, для занятий. Здесь будут книжные шкафы. Они будут как бы, стеллажи будут наполнены книгами. Обставить все эти помещения планируют за счет выигранного гранта. Библиотека-смена вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек. На эти деньги закупят не только мебель и оборудование, но еще и пополнят книжный фонд. Алена Ядня, Павел Михайловский, Служба новостей «Импульс». В Новом Уренгое актуализируют концепцию организации транспортного обслуживания населения. Она поможет сделать маршруты общественных городских автобусов более удобными, а также посчитать затраты перевозчиков и потребность финансирования. Агентство дорожной информации «Радар» проводит опрос среди нового уренготцев о поездках по городу. Респондентам предлагают указать свой пол, возраст, род занятий, вспомнить, сколько поездок они совершают в выходные и будние дни и с какой целью, а также указать, сколько автомобилей есть в семье. Далее вторая часть выпуска. Оставайтесь с «Импульсом». Отрабатывают все заявки. Управляющие компании продолжают работу по развоздушиванию системы отопления. Оборудование для диагностики. Медучреждения региона получили УЗИ экспертного класса. 74 новоуренготских школьника стали обладателями образовательных грантов губернатора Ямала. Сертификат даст возможность одаренным старшеклассникам обучаться у сильнейших преподавателей страны. Во время первой волны коронавируса я разносила лекарства больным взрослым и детям. Я совершила более 100 заявок. Среди моих знакомых есть те, которые заболели коронавирусом и переносить сейчас это достаточно тяжело. Я с самого начала пандемии ношу маски, перчатки, пользуюсь антисептиками. Я никого не заставляю следовать моему примеру. Просто хочу, чтобы жители нашего города отнеслись к этой проблеме немного серьезнее. Все больше от коронавируса стало погибать молодых. И не стоит думать, что вас это не коснется. В первой неделе после подачи тепла и жильцы и коммунальщики сталкиваются с одной общей проблемой – воздушными пробками в трубах и батареях. По словам представителей компании «Уренгой Жилсервис», в управлении которой находится больше всего на уренгойских многоэтажек, в день от горожан поступает от 150 до 400 заявок. На обращения людей специалисты стараются реагировать незамедлительно. Развоздушиванием системы отопления занимаются 32 работника. Правда, по некоторым адресам приходится выезжать несколько раз. В заявах все зависит от погодных условий. Вот пик был на той неделе у нас в четверг. Потом в субботе упал в два раза по количеству обращений граждан на аварийно-диспетчерскую службу. Также, кстати, у нас есть теперь на аварийно-диспетчерской службе сотовый телефон для связи по WhatsApp, для сообщения, чтобы было быстрее. 929-259-338. Туда могут писать сообщения, которые принимаются и фиксируются в журнале так же, как обычная заявка. Семь медучреждений региона получили оборудование для диагностики в педиатрии, кардиологии, ангиологии, акушерстве, гинекологии и урологии. Высокоточные аппараты закуплены по программе модернизации первичного двеназдрового хранения. УЗИ экспертного класса получили больницы Нового Уренгоя, Ноябрьско-Губкинского, Муравленко, Лабытнанги и Салихарда. Врачи уже прошли обучение для работы на новой технике. Оборудование значительно ускорит время диагностики различных заболеваний. Задачу усилить материально-техническую базу медучреждений Ямала поставил губернатор Дмитрий Артюхов. В результате конкурсного отбора 325 ямальских школьников получили возможность качественно улучшить знания по точным наукам математики, физики, информатики и химии. Они стали обладателями образовательных грантов губернатора Ямала. Прием заявок на получение сертификата для старшеклассников был объявлен 15 августа и продлился до 1 сентября. При отборе конкурсная комиссия отдала приоритет тем, кто уже имеет достижения в освоении точных наук, подтвержденные результатами участия во всероссийских олимпиадах или дистанционных курсах, итогами ОГЭ. Самыми активными при подаче заявок оказали школьники Надымского района Ноябрьска и Нового Уренгоя. За ним идет символ. Это таблица 4, да? 4, да, это 34 и 3. Ученицы 4-й школы Эльвира Доминова с особым интересом изучают информатику. Внимательно слушая своего преподавателя, она вникает в новую тему. Этот предмет старшеклассница выбрала для сдачи ЕГЭ. Кроме того, она активно участвует в образовательных олимпиадах и конкурсах, занимая призовые места. Именно за эти достижения школьница вошла в число тех, кто получил грантовую поддержку от губернатора Ямала. В том учебном году я принимала участие и проходила курсы на онлайн-платформе Степик на программирование Python и C++. И с помощью данных мини-сертификатов я как раз-таки смогла победить и также я успешно сдала тест для получения этого сертификата. Старшеклассница учится на отлично. Хорошо разбирается и в других предметах. Стать обладателем именного сертификата ей удалось и благодаря другим достижениям. С выбором предметов для сдачи ЕГЭ я разобралась только в 10-м классе, а до этого я собиралась сдавать ЕГЭ по обществознанию, поэтому принимала участие в различных олимпиадах. И в том году я стала призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, обществу и русскому языку. Также я принимаю активное участие в различных научных конференциях по биологии. И в том году я стала призером третьей степени конкурса Вернацкого. Эльвира Даминова планирует поступить в Уфимский государственный технический университет. Уже выбрала факультет автоматизации технологических процессов. В этом ее поддерживают родители и педагоги. Эльвиру я сопровождаю с 10-го класса. То есть в 10-м классе у нас есть курс информатика программирования. И сразу было понятно, что Эльвира увлечена программированием. На этом курсе мы за год прошли два дистанционных курса. Это программирование в питон и программирование в СИ, что помогло получить богатый опыт программирования. И, конечно, это и способствовало в дальнейшем выбору будущего экзамена. И, соответственно, победы в этом конкурсе. Окружной проект «Образовательный сертификат для старшеклассников» действует с 2019 года. Ежегодно в нем принимают участие учащиеся 10-11 классов со всех муниципалитетов Ямала. Цель проекта – повысить качество образования и помочь учащимся подготовиться к единому государственному экзамену. Средства сертификата можно потратить только на дополнительные курсы. «Договоры заключает наш региональный центр по работе с одаренными детьми. Ведется работа с ведущими вузами страны, их самыми сильными преподавателями по предметам физика, математика, информатика и химия. Заключается договор, настраивается график проведения занятий. Дети в режиме онлайн занимаются с ведущими преподавателями вузов». При отборе конкурсная комиссия отдала приоритет ребятам, которые уже имеют достижения в освоении точных наук. Всего образовательный грант получили 325 ямальских школьников, 74 из них – новоуренгуэйцы. Мария Бохова, Виктор Итленко, служба новостей «Импульс». В ямальских школах растет заболеваемость коронавирусом. В общей сложности уже около 70 классов находятся на карантине. Детям запрещено покидать квартиры. Как напоминают, в окружном департаменте образования на карантин уходит весь класс, даже если заболел только один человек. При этом дети остаются на дистанционном обучении и не отстанут от программы. Ведомсти отмечают, что эпид-процесс по COVID-19 активен среди детей. Большинство взрослых прошли вакцинацию. В школах принимают повышенные меры эпид-безопасности, регулярная дезинфекция, антисептики, температурный контроль школьников, разделение потоков. Новорюнгойские пловцы привезли третье общекомандное место чемпионата и первенство ЕНА по плаванию. Соревнования состоялись в Муравленко. Участие в них приняли более ста спортсменов со всего округа. В личном зачете отличились спортсмены детско-юношерских школ, юность и ямбург, воспитанники тренеров Жанны Захаровой и Дмитрия Черкова. По итогам соревнований в копилке наших земляков 28 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей. Это были все новости к этому часу. Для вас работали Мэри Бохуа и команда «Импульса». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok